Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего канала. Вот сегодня у нас тоже будет очень интересная передача. Давно я думал, хотел пригласить гостей, сейчас мы попросим их представиться, по теме очень интересного одного прибора, аппарата. Конечно, это кто-то может оценить как видеорекламное, да, но главное, мы дадим информацию, какую вы слушаете и вы поймете, она очень важная. Важная для многих людей объективно. Почему? Вот вы сейчас как раз все услышите. Много лет назад я еще сталкивался с названием этого аппарата, скажем, чуть позже. В связи с работами там разными по гипертонии, по другим вопросам, я сталкивался. И потом забывал, ну вот решил сейчас наткнувшись буквально вот в одной из книг, брошюр такой небольшой книги на очень интересную информацию. Я все-таки сказал, пора. И вот теперь мы как раз озвучим, и мои гости расскажут подробно, о чем идет речь. Я буду задавать вопросы, ну как бы за вас, за зрителя, зачем, почему, для чего, вот так вот. И послушайте, это крайне важно, особенно людям, страдающим совершенно разными болезнями. Но какими, в большей степени, сейчас как раз обсудим. Ну, здравствуйте, уважаемые гости мои. Пожалуйста, представьтесь лучше вы подробнее, чтобы не было ошибок. Начнем с вас. Хорошо. Добрый день, уважаемые товарищи, коллеги, господа. Я Северин Александр Евгеньевич, доктор медицинских маук, профессор Российского университета Дружбы народа. Очень приятно. Так. Добрый день, меня зовут Наталья, я заместитель директора компании «Самоздрав». Ведаю вопросами поставки нашей продукции по территории России и за рубеж. Ну, начнем, конечно, я думаю, с самого главного, потом разовьем тему, может быть, немножко о истории прибора, но вначале, чем же все-таки этот прибор вас, как медика, профессионального человека, заинтересовал, почему, что вы видите, какие результаты, есть ли они. Ну, вот немножко об этом можно? Конечно. Прибор, как сказать, вызревал очень давно. Сама идея, она не новая. Она начало свое берет с конца 19 века. И его действие основано на том, что человек выдыхает тот воздух, который он только что выдохнул. И этот выдохнутый воздух, понятно, что он содержит меньше кислорода, чем в атмосфере, и больше углекислого газа, чем в атмосфере. И вот эти два компонента, недостаток кислорода и увеличение углекислого газа, они, конечно, воздействуют на весь организм, на систему дыхания, на систему кровообращения. Это является своеобразной стимуляцией. Потому что ведь человек попадает в другую газовую среду. И, естественно, первоначально это вызывает некий протест на уровне рецепторов, на уровне реакции сердечно-сосудистой дыхательной системы. Я измерял уровень стресса, который возникает при дыхании, через этот аппарат, через другие аппараты, или просто пакет на голову полиэтиленовый. Если вот его одеть и подышать, то, конечно, будет определенный уровень стресса. Но ведь стресс, эу-стресс по селье. Селье человек, ученый, канадец, основоположник учения о стрессе современного. Стресс, эу-стресс, полезный стресс, он является дренирующим фактором. И поэтому вот этот прибор, самоздрав, он является как раз дыхательным тренажером. Вот в этом его первая задача. А что он делает, этот прибор? Он увеличивает количество углекислого газа в нашей крови. Если мы вдыхаем, в норме в атмосфере углекислого газа очень мало, 0,03%, а выдыхаемо в воздухе 3%. И если мы вдыхаем эту газовую смесь 3% СО2, конечно, у нас в организме происходит накопление некоторое СО2. Но это накопление небольшое. Прибавлю к этому, что у очень многих людей из-за изменения темпа жизни, из-за каких-то внешних воздействий уровень углекислого газа снижен. Гипокопнилия вследствие избыточного дыхания. Существуют даже медицинские термины, обозначающие это состояние. Гипервентиляционный синдром. У женщин особо, у эмоциональных людей. Больше, чем требуется. Совершенно правильно. И тем самым снижается уровень углекислого газа. Да. Но это физиологическая реакция, потому что любой стресс, любое напряжение подразумевало раньше в предысторию человечества физическую нагрузку. Ну да. И тогда углекислый газ выработался. И вот эта кратковременная гипервентиляция, избыточное дыхание и снижение СО2 предшествующей нагрузки способствовало бы тому, что мы можем что-то такое выполнить. Ну да. То есть, можем сразу дать совет, что если вдруг стресс какой-то, лучше бегать, побегать. Если человек может бегать. Ну, надо сделать, да, какие-то движения. Серьезную физическую работу. А посмотрите на футболистов. Вот недавно был чемпионат мира. Как они реагировали эмоционально. У них вот двигательный компонент. Вот это как раз вот и есть эта адекватная реакция на гипервентиляцию. А что происходит, когда количество углекислого газа меньше нормы в крови держится долго? И какая норма углекислого газа в крови? Меряют обычно артериальную кровь. И это жесткая константа, так называемая. Должно быть 40 мм ртутного столба. Ну, это примерно 5%. Если в газовой фазе смотреть. 5-6, да, наверное? Ну, 5. 5 все-таки. 5-7, 35, где-то вот так. Так, это норма. Это норма, да. Но если человек пребывает в состоянии стресса, то начинается снижение. 35 мм, 30 мм. Значит, легко проверить, как может повлиять вот это состояние гиппокапнея, уменьшение углекислого газа на каждом человеке. Для этого нужно просто глубоко подышать. Допустим, 10 глубоких вдохов и углекислый газ у нас уже существенно снизится. В крови не так много. 2,5 литра углекислого газа. Это легко такой мобилизуемый резерв. Значит, произойдет спазм мозговых сосудов. Произойдет спазм коронарных сосудов. Первое, что мы почувствуем – головокружение. Вот это вот из-за того, что, несмотря на то, что вроде мы дышим, 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 больше кислорода. Но это кажущиеся. А углекислый газ умывается. Спазм сосудов – недостаток кислорода в ткани. То есть, при сниженном от нормы количестве углекислого газа в крови снижается надсыщаемость, вернее, потребление кислорода клетками. Совершенно правильно. И в связи с этим, так сказать, мозг посылает сигнал через нейрогуморальную регуляцию, вот этот весь механизм сложный, и сосуды спазмируют. Ну, во-первых, артерии сужаются для того, чтобы, так сказать, да, давление повышается в связи именно с сужением сосудов, потому что кислорода надо все равно, чтобы прошло определенное количество, сердцу надо прокачать обрелённый объём крови за единицу времени, который оно, так сказать, может прокачать только при излишнем давлении, теперь уже, когда сосуды спазмировали, да? Да, вы совершенно правильно понимаете и трактуете эти вещи. Так. Вот если продолжать усиленно вентилироваться в таком же ритме, ну, можно довести себя до обморока. Так, да. Да, вот это как раз и снижение количества кислорода в центральной нервной системе. Кислорода нам много не надо. Вот тот кислород, который в атмосфере, 21% приблизительно, значит, в нашем организме избыток. Значит, кровь полностью насыщена кислородом в том случае, если у нас в лёгких, в альвеолах, 15% кислорода. И сознательно, ну, так наш организм устроен, мы не увеличиваем количество кислорода в лёгких, потому что незачем. Гемоглобин, вещество, которое переносит кислород, он при вот этом парциальном давлении кислорода полностью насыщен. В медицине обычно апеллируют не процентами, а миллиметров. То есть, достаточно меньше кислорода, чем есть в атмосфере. Совершенно правильно. А усвоение по нескольким причинам, видимо, у разных групп людей уменьшается, вот это КПД усвоение, но в первую очередь за счёт вот как раз снижения углекислого газа в крови. Ну, это одна из причин. Одна из причин. Потому что есть другие, разумеется. Углекислого газа меньше, сосуды спазмируют. Спазмируют. И в силу этого меньше крови потекает, меньше кислородный бюджет. Да. В результате этого, впоследствии, какие могут быть, то есть, инсульты, инфаркты, ишемические в первую очередь, ну, естественно, ишемические. Ну, вы знаете, такой вот непосредственно причинно-следственной связи я бы не стал оставлять, потому что там ещё свёртываемость крови, много разных промежуточных зрений, но самочувствие однозначно ухудшится. Однако есть, кстати, вот книги, которые я вот показывал, и в частности вот приводят Агаджаняна, да, академика здесь тоже? Ну, как там? Да, Никай Саныч Агаджанян, мой учитель. Учитель. Он, к сожалению, два года назад умер. Ну, как говорят, дело его живёт. Да, и, кстати, про академика Лангова здесь пишут, про его ещё старые вот эти исследования, описание, что нейрологи, нейрофизиологи прошлого прекрасно знали, ну, академического образования, что как раз дефицит углекислого газа приводит к спазмированию, и дальше, как следствие, вот тут прямо написана вся эта логистика, и, кстати, даже дебейки, на которые ссылаются, это Ельцин делал о коронарном шунтировании, и, кстати, знакомый друг к академику Углова великого образования. Ну, здесь вы немножко, конечно, потому что Акчурин делал о коронарном шунтировании. Разве не дебейки? Нет. Дебейки его консультировали. То есть он всё равно принимал участие, но, видимо, вот так, да? Ну, тем не менее, тоже выдающийся хирург, да? Кто же спорит. Кто же спорит. Вот. А дебейки, вот книгу, которую о такой монументальный труд, там, о физиологии, вот он писал, и, в частности, тоже об этом говорит, что и приводит в конечном счёте, объясняя, как и механизмы приводя, о чём я сделаю отдельное видео потом, к как раз инсультам и инфарктам ишемическим. Ну, понятно, не геморрагическим, потому что, так сказать, это там много другие причины, но вот... Здесь хочу вам сказать, что мы вот так вот приравнивая одно к другим, пропускаем очень много промежуточек. Да, да, вы расскажите об этом промежуточке. И я единственный, знаете, очень важный момент сейчас скажу. Дело в том, что вот ту теорию, про которую мы сейчас говорим, о дефиците углекислого газа ещё давно, вот я в 80-е годы лично ходил на занятия по методике Бутейко. Это поверхностное дыхание, когда у него была теория, насколько я помню, правда, с 80-х я не смотрел ничего, но, по-моему, я прав, если нет, меня поправите, что раньше он считал, так сказать, на планете было другое соотношение углекислого газа и кислорода в атмосфере. Углекислого газа было больше, по мере там, ну, дальше он развивает всё это так же теорию и заключает как раз о том, что многие болезни как раз из-за того, что мы вот недополучаем норму углекислого газа и у него была целая разработана методика поверхностного дыхания, она была даже одобрена Минздравом, насколько я знаю, об этом описано, то есть это не просто там кто-то, дядя Вася, я для наших зрителей по-простому, а всё серьёзно, научно, но она не получила широкого распространения из-за того, что всё-таки эти методики очень сложны для воли. Сила воли не у всех есть и требует немалой усилий над собой, усидчивости и так далее. Поэтому, как я и знаю, чуть-чуть вперёд забегу и был разработан вот как раз этот аппарат Самоздрав, который, кстати, стоит сущие копейки, но об этом мы чуть позже. Мы просто плавно, логично переходим вот, так сказать, одно к другому. Ну, расскажите, пожалуйста, вот об этих промежуточных проблемах и, собственно, мы коснулись прямо. Хорошо. Значит, с методикой бутейка я знаком. Назывался метод драконовского самоудушения. Да. Да, длинный выдох. И в силу того, что лёгочная вентиляция должна снижаться, производно регулируясь, и, значит, оказывается такой же эффект, как у Самоздрава, но без, значит, внешнего объёма, потому что здесь мы вдыхаем тот воздух, который мы выдохнули, а там вопрос задерживаем дыхание, не даём возможности организму избавиться от этого углекислого газа. Но там был нюанс. Так. Я когда знакомился с методикой, чёрным по белому было написано. Значит, методист должен объяснить пациенту, что все его болезни от гипервентиляции, избыточное дыхание. Если пациент не согласен, нужно попросить его глубоко подышать. И его болезни обострятся. Головная боль, там, стенокардия и так далее. Вот. Если всё-таки пациент не проникся этим убеждением, его не следует брать на методику. То есть, вы понимаете? Да. Вот. Значит, проводили клинические испытания в методике Бутейка, и был один отрицательный результат. В результате вот этого драконовского самовдушения уменьшалась жизненная ёмкость лёгких. Вот. Я вот хотел об этом как раз сказать. Это же тренировка такая, когда нет полного... Да, выдоха. Конечно. Нет полного вдоха. И вдоха, конечно. Вот это вот было отрицательно. А то, что накапливается углекислый газ, конечно. Углекислый газ, вы знаете, это вот, не могу всё-таки не сказать об этом. Там в конце 19 века наш учёный Пётр Михайлович Альбицкий, академик Санкт-Петербургской академии, он написал работу, которая называлась «Об ошибочности современного представления о роли углекислого газа для организма человека». Название немножко другое, но смысл в этом. И он там писал, что организм с редким совершенством удаляет избыток углекислого газа, но он с редким упорством сохраняет тот уровень, который необходим для его функционирования. Ну, там ещё было ряд соображений. В чём же дело? Почему углекислый газ так важен? Ответ как бы лежит на поверхности, потому что углекислый газ, растворяясь в плазме крови, в других жидкостях организма, соединяется с водой и существует в виде угольной кислоты. То есть, иначе углекислый газ определяет pH, активную реакцию нашей крови. А активная реакция крови, количество водородных ионов, определяет, как будут работать наши ферменты. Вот pH нашей крови, это жёсткая константа, так называемая, 7,35-7,45 физиологические пределы. А вот, ну, это если вы возьмёте для нормального человека. Но если вы возьмёте учебник для реаниматологов, там граница уже. 7,31-7,42. Понимаете, вот там ещё жёстче должна соблюдаться эта константа, чтобы все ферментные системы работали оптимально. И это правильно. Да. Безусловно. Вот, мне кажется, вот это вот одна из главных причин, почему организм сохраняет углекислый газ. Но не единственная. Вторая причина – это влияние углекислого газа молекула на тонус сосудов. Молекула влияет на гладкомышечные клетки, они расслабляются, и таким образом регулируется кровоток. Наши органы и системы, они обладают возможностью снижать или повышать уровень кислорода в ткани и уровень углекислого газа. Разные капилляры есть. Капилляры, несущие кислород, и капилляры, не несущие кислород. Плазматические. Плазматические отводят тепло и определяют уровень метаболизма, регулируют температуру. А вот эти обменные капилляры, которые приносят кислород, они увеличивают метаболизм органов. Таким образом, углекислый газ влияет фактически на кровоток и на метаболизм органов. Наиболее важные наши органы – это головной мозг и сердце. Потому что, вы знаете, жизнь прекращается тогда, когда вот эти два органа перестают работать. Все остальное – мышцы, кишечник и так далее. Ну, это чувствительно, но это не смертельно. Есть один орган в человеческом теле, в котором очень много СО2 и очень мало кислорода. Это печень. Потому что, ну, вы, наверное, видели в анатомических атласах, может, где-то на картинку, большой орган – 2 килограмма. Вот. А кровоснабжается он мизерной артерией. Артерия гипотика толщиной в спичку. О, кровоток маленький. Почему так? Не нужен кислород в печени, а нужно большое количество углекислого газа. И вот это вот третья составляющая действия углекислого газа. Оказывается, углекислый газ в молекуле присоединяется к жирным кислотам и таким образом получается новая жирная кислота. Вот. От 40 до 60% жирных кислот по оценкам биохимиков получается в печени именно так. Реакция карбоксилирована. Если количество углекислого газа снизится, то эти реакции уже не будут проходить в нужном объеме. Очень важный момент. Да, совершенно верно. Это вот третья как бы составляющая роли углекислого газа. То, что мы можем наблюдать каждодневно и вот у себя, углеизлый газ следует на дыхательный центр. Благодаря углекислому газу мы дышим. Если производить гипервентиляцию, ну, вот знаете, сейчас популярен дайвинг, фридайвинг. Да, да. Так люди несколько минут ходят по кругу, глубоко дышат, освобождаются от этого углекислого газа. Не очень хорошая самость. Но потом они получают возможность нырнуть. И вот эти вот рекорды там 100 метров без акваланга на задержке дыхания. Сколько времени нужно, чтобы нырнуть 100 метров и вынырнуть обратно? Ну, где-то вот в районе пяти минут. Ну, где-то так. Да. Хотя я, правда, читал в одной книжке, здесь такая, в 28-м году у нас издали, перевод с английского, дыхание. И там, значит, рекорд, который поставили водолазы Королевского флота в Великобритании 15 минут задержки. Сейчас уже есть больше. Уже за 20. Ну, благодаря чему? Гипервентиляция чистым кислородом. Углекислый газ умывается, кислорода становится чуть-чуть больше. И получается эти 15 минут. По моим наблюдениям, ну, вот, хороший спортсмен на уровне мастера спорта, 5 минут задержки. Ну, это реальная вещь. Обычный человек, конечно, где-то полторы минуты, ну, две минуты задержка на вдохе и 30 секунд задержка на вдохе. Это, кстати, критерий. Вот о чем Бутенко тоже. У него была методика. Сначала занятия начинались. Он говорит, ну-ка, значит, давайте потренируемся и посмотрим, сколько вы можете не дышать. И вот по оценке того, что там больше минуты, он уже говорит, ну, это уже хорошо там. Это уже, значит, у вас показатель здоровья относительно, так сказать, выше, чем среди статистических и так далее. То есть, вот некие такие критерии. Действительно, вы полагаете, можно такую одну из оценочных, да? Конечно, нет. Ну, это используется у спортсменов. Потом в цикл тренировок входит тоже задержка дыхания. Физическая нагрузка, задержка у пловцов. У них же дыхание под локомоцией. И поэтому, значит, очень важно отработать такой темп грибков и вдоха, чтобы это было, как бы, оптимально. Да, но, естественно, за каждый секунд, за каждый метр бьются, и поэтому учитывают все, и пробуют, чего только не слышат. И поэтому вот не только сердце, хотя сердце, понятно, оно лимитирует потребление кислорода, но все-таки вот сердце и дыхание, и сейчас вот методики спортивные, они основаны как раз синергизм и антагонизм, как академик Аберзанян был говорить, синергизм и антагонизм дыхательных газов, кислорода, углекислого газа, и синергизм и антагонизм, кровообращение и дыхание. Потому что сердце, основное, чем оно занято, это вот транспорт кислорода все-таки, а дыхание, вот в основном, оно занято, это удаление метаболитов углекислого газа, как главного такого регулирующего метаболита. Скажите, а как вы познакомились с этим прибором, аппаратом, как вообще все это получилось, что вы вот рекомендуете, да, скажем так? Конечно, ну, должен сказать, что сам аппарат возник как раз. А давайте его посмотрим, сейчас мы его сюда поставим. После всех этих соображений, потому что раньше академику Гаджиняну, я тоже, мы работали в институте медико-биологических проблем, этот институт занимается исследованиями физиологии человека в условиях космического полета. И там были разработаны методики, которые позволяли как-то оценивать состояние человека при измененной газовой среде. Всякое может быть. И вот такой вариант, когда выходит из строя система регенерации атмосферы, происходит накопление углекислого газа, уменьшение кислорода, как себя человек будет, насколько у него сохраняется работоспособность, сознание, все прочие вещи. Вот это все исследовалось. Кроме этого, в 69-м году были работы по созданию активной газовой среды, так называемой. Потому что вы знаете, что космонавты силы и тяжести нет, и поэтому каждое движение дается без труда. Сердце работает в отсутствии гравитации, прямо, я не знаю, кровь. очень легко перемещается, а вот потом, да, возврат очень такой трудный. Совершенно так и было. И чтобы это как-то компенсировать, очень большой объем физических нагрузок. Треть времени, которое космонавт проливает на орбите, это физические нагрузки. Ну, вы представляете, это же золотое время, он должен там не только, ну, конечно, он должен следить за своим состоянием, но он должен выполнять программу полета. И вот родилась мысль, активная газовая среда, уменьшить кислород в кабине космического корабля, увеличить СО2, и тогда тренировка будет проходить на каждом вдохе, и сердце будет работать лучше, и дыхание будет стимулироваться. И можно меньше времени заниматься. И можно меньше времени заниматься, да. Ну, правда, так сказать, на уровне исследований это было, а, насколько я знаю, в реальном космическом полете это не применялось. Но, тем не менее, вот это все, значит, было использовано. Кроме этого, начиная довоенные, послевоенный период, было известно, что если увеличить количество углекислого газа во вдыхаемом воздухе, то совершенно закономерно увеличится кислородный бюджет. Потому, что кровь легче будет отдавать углекислый газ, такие смыслы, кислороды, такие свойства гемоглобина. Сосуды расширятся, будет большее крови протекать. И поэтому для больниц рекомендовали давать не чистый кислород, а кислород в смеси с углекислым газом. Карбоген. Карбоген. Вроде бы, да, карбоген надо давать, но потом фармакологическая эра, таблетки, которые расширяют сосуды и так далее. И вот сейчас войдите в любую больницу, у них эти системы, там газобаллонное хозяйство, кислород, все. Нет. А хотя кислород, конечно, это особенно стопроцентное количество, когда вдыхаешь чистый кислород, мало того, что сушат слизистые, он еще заполняет легкие, потом поглощается кровью, что делать с альвеолами, там ничего не остается. Схлопывается. Коллапс только, да. Азот балластный газ, его нужен нам, хотя вроде азот, на основном деле, неприятности при глубоком погружении, хотя вроде сейчас говорят, что он тоже участвует в жизнедеятельности, но если его нет и чистить кислород, то возникают разные неприятности окисления, таксидативность. причем очень-очень даже активное окисление, что тоже является, во-первых, образуют свободные радикалы, которые разрушают клетку, ДНК, влияют на процесс метод клетки и так далее. А вот значит получается, уже мы можем сделать такой первый вывод, что если увеличить содержание углекислого газа в крови, в организме до нормы запрограммированной природы, которую мы видим в виде нормы реакции вот этой, то мы тогда тем самым сосуды расширяются у человека. Совершенно правильно. И спазм уходит, и значит не нужно будет таблеток, таких, которые применяют врачи, вот особенно, так сказать, назначая больным. Ну, по крайней мере, их количество можно существенно увеличить. Уже можно снижать. Совершенно правильно. Ну, а в дальнейшем вполне отказаться, если это сами показатели к тому будут способствовать, мы замеряем, видим, смотрим, так сказать, давление уже, так сказать, у нас не таких крайних параметров, хотя, так сказать, вот тоже речь про то, что вот есть нормы, они тоже, так сказать, это вопрос определенный, да, тоже, который можно дискутировать, но понятно, что крайние показатели слишком повышены, 200 с чем-то там на это. Не дай бог. Не дай бог, поэтому, ну, не знаю, что 120 на 80 только должно быть такое. Это тоже вот. И давление никогда в течение дня не может быть, да, у человека абсолютно одинаковым. это зависит от... Ну, меняется, даже, вы знаете, давление меняется от удара к удару. Да. То есть, поэтому, это просто отдельная глубокая тема, не будем об этом, но главное, меня вот лично, я понимаю, что тут есть и другие показания, но от меня очень сильно это подарок гипертоникам, но у кого артериальная, правильно назвать, гипертензия, как диагноз поставлен, и вы боитесь, вы трясетесь, вы постоянно измеряете давление, вы применяете таблетки, которые назначают врачи, вы верите в то, что никогда это неизлечимые врачи, тоже говорят, что это неизлечимо, и будет с вами всегда, вы применяете таблетки, хотя вы, наверное, уже понимаете, что эти таблетки оказывают очень много есть побочных следствий, а в частности, в первую очередь, на печень, на почки, но, так сказать, не только, вот, а вот мы переходим, можно сказать, уже к более, так сказать, конкретно к аппарату. Так все же, я так понимаю, что делает аппарат, я вот не знаю, еще честно скажу, я даже не изучал, потому что у меня каждая, ну, минута, когда мы договорились встретиться, я вас пригласил, я просто по логике, честно скажу, а вы меня поправьте, если я не прав. То есть, здесь мы, вот понятно, одеваем, мы дышим, определенное количество времени, это вы скажете, сколько, но что происходит? Мы, поскольку дышим, как привыкли, то есть, объем легких, то есть, вдох и выдох у нас стабильный, как мы привыкли, здесь просто кислород, то есть, скажем так, тут больше остается углекислого газа, скорее всего, которое мы вторично, вдыхая, увеличиваем содержание углекислого газа. То есть, уходит через клапаны, пропустные, видимо, часть только воздуха, который мы выдыхаем, те самые, мы увеличиваем содержание здесь углекислого газа, которое опять потом вдыхаем, и мы постепенно, из полчаса, скажем, в день, или там два раза в день, по полчаса, то этого, мне кажется, достаточно, чтобы как раз баланс пополнить углекислого газа и снять, по крайней мере, очаги, вот эти, так сказать, связанные со спазмами, с узкими, суженными сосудами. Ну, так и есть, да? Да. Ну, то есть, это, как говорится, все гениально и просто, по сути. Другое дело, рассчитать надо было, как и сколько, какие. То есть, вот... Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, расскажите, пожалуйста, поподробнее тогда об этом приборе. Как, собственно, да. Ну, вы видите, что конструкция его очень проста. Значит, маска, она индивидуальная, она легко стерилизуется. Силиконовая, да? Да. Ну, это стандартная маска. Эльцесский силикон. Совершенно правильно. Значит, трубочка. Это, могу сказать, немножко узкое место этого прибора. Чрезвычайно длинный, на мой взгляд. Ну, обрезать всегда можно, кому не удобно. Ну, да. И, наконец, емкость. Даже несколько емкостей, одна в другой, которые позволяют выдыхаемому воздуху, значит, накапливаться здесь. Избыток его выходит. Значит, какое-то количество воздуха при вдохе из атмосферы попадает, опять же, сюда. И вот эта конструкция, как раз вот автор этого прибора, Мишустин, он был инженером. И его задача была как раз оптимальные размеры щелей, оптимальные размеры, здесь есть отверстия, чтобы концентрация углекислого газа была где-то в районе трех процентов. Ну, примерно, мы выдыхаем примерно столько, ну, там, три с половиной, где-то так. Здесь чуть поменьше. И вот это именно та концентрация. Кислорода, соответственно, меньше. Значит, где-то на уровне 18-17 процентов. Вот. И этот воздух опять попадает к нам в дыхательные пути. Значит, поскольку кислородовое количество уменьшилось, а углекислого газа увеличилось, соответственно, реакция организма, легочное дыхание усиливается. Так что мы еще тренируем нашу дыхательную систему. Ага. Поскольку кислорода количество уменьшилось, сердечная деятельность усилилась. Но насколько она усилилась? И кому можно рекомендовать этот прибор? Вот человеку, который лежит в постели и там не может встать и дойти до туалета, ему большая трудность. Но здесь уже нужно с осторожностью. А может и не надо. Вот. Но если этого еще нет, если гипертония в начальной стадии, говорят, транзиторная, то тогда он показан. Он будет стимулировать и сердечную деятельность, очень умеренно, мягко. Он будет стимулировать и дыхание. Расширяет бронхи, кстати, еще. Главкомышечные элементы у него бронхи тоже. Да. И таким образом, значит, улучшать и аэрацию легких, и оксигенацию. И насыщение клеток всех организмов кислородов. Да, совершенно правильно. Вот. Так что конструкция прибора, она позволяет вот этот уровень углекислого газа. Удержать вот это примерно. Да, совершенно верно. Много тысячи следов не было. Вот. Фирма, которая... Это же история давняя. Давняя. Сколько же приборов примерно? Да, много тысяч. Я думаю, порядка сотен тысяч лет. Нет-нет-нет. Лет разработки. Но патент на самоизобретение и на методику получен ориентировочно в 98-м году. Соавтор как раз Агаджанян Юрий Николаевич Мишустин. Соответственно, методика запатентована, сама конструкция прибора запатентована. Ну вот уже 20 лет. Да. Практически 20 лет мы имеем опыт работы с данным прибором. Мало того, он прошел клинические испытания в Росздравнадзоре. Вот по основным группам заболеваний, о которых Александр Евгеньевич сказал, сердечно-сосудистые заболевания, дыхательные системы. Мы получили регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Медицинское изделие. Медицинское, да. Ну это вот. Соответственно, он разрешен к применению в практике людьми на дому. Режим занятий достаточно простой. Он абсолютно ненапряженный. Достаточно заниматься один раз в день по 20-30 минут. Курс занятий рассчитан в среднем на 6-8 месяцев. Он делится на несколько этапов. Соответственно, здесь происходит такое плавное увеличение нагрузки, постепенное увеличение, что очень комфортно. А расскажите, как правильно начинать человеку, кто более-менее относительно здоров, не в прикованной кровати, скажем. Как вы можете, средний такой статистический человек может начинать заниматься и как увеличивать нагрузку? Ну опять же, занятия мы рекомендуем начинать с минимального времени. С одной-трех минуты. А, буквально. Да. Если человеку сразу тяжело продышать в силу определенных заболеваний, степени тяжести, давности, сразу 30 минут, то мы рекомендуем начинать занятие с одной-трех минут и постепенно, каждый день, прибавляя по одной минутке, довести время занятия до оптимальных 30. Да, понятно. Соответственно, с этого момента начинается отчет этапа занятия. Ага. Вот с этого, когда шли мы до 30 минут, время, что называется «пошло». Да. И тогда раз, например, вечером можно, да, или утром, или когда лучше. Но здесь человек мы рекомендуем выбирать, здесь нет строгой привязки, да, по режиму. То есть, когда человек себя максимально комфортно чувствует в течение дня по самочувствию, мы рекомендуем заниматься. Если утром, пожалуйста, утром, перед сном, перед сном. Перед сном хорошо заниматься я по себе, просто знаю, если ты плохо спишь. Я так понимаю, что восстанавливается мозговое кровообращение, качество сна, оно кардинально улучшается и очень быстро улучшается. Это с гамоном не связано, там, разумеется. Хорошо. То есть, получается так, человек перешел, ну, грубо говоря, с работы, и он может даже, вот сидя, когда он там, ну, телевизор смотрит, может дышать спокойно в этот период, делая два дела одновременно. Оптимально, это оптимально. Для ленивых особенно. Даже за компьютером работая, приходим утром, вот мы у нас, ну, мы достаточно молодого возраста, у нас коллектив, ну, не научный коллектив. Я бы сказал, что в юнии. Да. Мы занимаемся с утра. То есть, мы работаем за компьютером, маска очень удобная, она располагается на лице, можно даже, ну, это, конечно, не очень удобно, но вот в моем случае это выход из ситуации, когда нет. Надо держать рукой. Не надо держать, у меня прекрасная маска. Ну, может быть, кому-то будет не так, строили опять лица, ширина, может быть, действительно нужно было такие, знаете, сделать. А, есть у нас, специально есть держатель, вот сюда вставляются в ушки, есть держатель. Все отлично. Вполне. Но оптимально, конечно, если дома в расслабленной, спокойной обстановке, можно телевизор смотреть, можно книжку почитать, газету, ну, возможно. Посмотрите, а вот если два раза в день, так сказать, как в этом случае, ну, мало ли, действительно, человек вот есть гипертония, и он, так скажем, вот, хочет брать спазмы, действительно расширить сосуды и как бы более равномерно в течение дня. Я думаю, вполне возможно. Уже разные типы гипертонии, дневная, ночная. Вот здесь тоже можно подобрать. Поэтому человек просто, я думаю, что может подобрать себе. Экспериментируя, вот это же не страшно, это никакая доза препарата, это, так сказать, человек. Так, понятно. А расскажите теперь, поскольку вы хороший такой продажник, да, и ведете статистику, ну, по крайней мере, отзывы и обратная связь есть у вас большая. Во-первых, сколько, вы сказали, уже продано аппаратов за время его производства? Ну, я думаю, больше полумиллиона точно. Полумиллиона. За эти годы, да. Какие отзывы? Я вот некоторые, конечно, сам читал и был, ну, так, удивлен, скажем, там есть люди, кому далеко даже за 80-90 лет и чувствует себя сталилу, а причем я всегда говорю, вот наши зрители знают, постоянные мои, что я говорю, что потенциал здоровья, вот потенциал жизни у людей, кому за 90 сейчас гораздо выше, чем у многих, кому сейчас 50-60. Абсолютно согласен. Там очень сильный запас прочности, что у нас генетика другая, то есть, и, конечно, этим людям, если вот, как я говорю, очистить организм, напитать его нужными недостающими там микроэлементами, в первую очередь, которые дефицит сырье на человека, у любого, тем или пожилые, которые едят, не пойми, что это. Тут пенсионный возраст можно повышать до 70 лет. Да, нет, ну это как бы, да, в качестве шутки, а вообще тот человек, кому сейчас 90, может сейчас спокойно там 20 и больше лет прожить, как, собственно, да. А сложнее молодым, потому что там постарались дедушки и бабушки, которые, как некто, говорят, вот пил, курил, прожил 95 лет. Да ты, хочется сказать, дурачок, ты не проживешь и доли этого, если ты твой дедушку уже твоим папе оставил, генетику совсем нету, плюс добавились факторы, которых раньше не было, которые на тебя воздействуют, а ты еще хорохоришься, пытаешься успокоиться дедушками памятью, так ты забыл про это, тебе 40 лет, если ты начал в 15 лет уже, так сказать, лицом в салат и все. Ну ладно, это такое наболевшее, просто очень не люблю людей глупых и, так сказать, нахальных. Ну вот, скажите тогда, какие отзывы и какие от людей приходит обратная связь какая, да? Да, ну по среднестатистическим данным положительные отзывы, они наблюдаются у нас в 80%, в 85 случаев, это совершенно точно. При разных заболеваниях. При разных группах заболеваний, но основные две – это сердечно-сосудистые и дыхательные, естественно, самые группы основные. Причем, скорее, наверное, если это заболевание дыхательной системы, здесь эффективность гораздо выше и быстрее ощущается человеком. А при бронхиальных астмах, да? Однозначно, вся группа, вот что касается дыхательных заболеваний, это абсолютно вся группа полная, это бронхиальная астма, это эмфизема легких даже у нас есть в случае получения положительного результата, снижение лекарственной нагрузки. Ну, это случаи такие редкие, нечастые, но в основном это бронхиты, астма, соответственно, по группе заболеваний сердечно-сосудистой, гипертонии, шинеи, ВС, тинокардия, но полный букет. Да, да. Да, соответственно, если человек занимается, выполняет все предписания, инструкции, к прибору предлагается подробная инструкция, которая тоже разработана и утверждена роздрафнадзором. Каждый этап подробно описан. Как пользоваться, как собрать. Схемки, все очень понятно. Схема, да, инструкция очень подробная, понятная. Соответственно, если он выполняет предписание инструкции, ежедневно делает упражнения дыхательные, то в 85% случаев положительный результат в качестве стойкого улучшения и снижения лекарственной нагрузки человек получает. Ну и наиболее быстрое выздоровление уже, если мы говорим о каких-то бронхитах, о других простудных. Да, конечно, активно очищается дыхательная система, отходит мокроты, то есть вот эти симптомы, которые человек озвучивает, что он чувствует. Если это сосудистые заболевания, ну, меньше приступов количества, ну, простым языком, да, бытовым, боли в сердце уменьшаются, опять же, снижение лекарственной нагрузки. Вот основной факт. Ну, дорогие друзья, а теперь представьте, исходя из того, кто мои постоянные зрители мои видео смотрят, понимают, что если применять в жизни, да, в лечении или в профилактике подход системный, а не просто что-то единое мы возьмём и как на панацею надеемся, а системный, глобальный подход, когда мы учитываем всё, если мы действительно больны, то это и фито, и фунготерапия, это и изменение питания, образа жизни и так далее, и так далее, то тогда, конечно, результаты ещё будут гораздо выше. Ведь, естественно, большинство из тех людей, которые вы вот имеете, с которыми обратную связь, это обычные люди, которые, как правило, там понятно, как питаются, чем, и не особо следят за здоровьем, как большинство людей в целом. Конечно, там попадаются и люди такие перфекционисты в основном. И, конечно, даже при том, что при таких, такие результаты просто с людьми, которые фактически в жизни своей ничего не изменили, ну, кроме как вот, это результат впечатляет. Тем более, что 20-летний опыт уже, ну, конечно, о многом он говорит, это 1,5 века. Ну, что ж, здорово. Что ещё можно было бы добавить? Такой момент очень важный, как профилактика, во-первых, вот этих заболеваний. Это для более молодой группы, не 60+, которая имеет уже сформировавшийся букет, накопленный багажом предыдущим, а, допустим, от 30+. Мы знаем о том, что сейчас сердечно-сосудистые заболевания молодеют. Соответственно, для вот моей возрастной категории, что важно, профилактика, снятие стрессовой нагрузки вот качественно важно. Да, 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 да. То есть бороться со стрессом, как-то смягчить его последствия с помощью самоздрава можно реально. Он действительно даёт результат. Поэтому молодым людям тоже можно рекомендовать применение прибора. Ну, конечно, во-первых, стресс мы убираем, то есть спазм, значит, так сказать, плюс к тому, ну, конечно, хорошо физически, чтобы адреналию, ну, понимаешь, с потом, это и гормоны, так сказать. А вот я здесь хотел сказать, что в связи с разными новыми положениями, увеличением продолжительности жизни, причём возраст, ну, нет, происходит это. Потому что средняя продолжительность жизни, как считается, когда умер младенец, когда умер, да, всё складывается, да, и получается. Да, только за счёт того, что младенца стали спасать и больше, но кладбище растут такими темпами, которыми никогда не росли, то всё-таки реально мы не всю статистику знаем. Почему нам, говорят, 30-40 лет жили, типа, а мы верим, оправдывая себя, ну, сейчас-то уж лучше 50 там или что-то, а потому что это и правда, и ложь. Бывает такое и правда, и ложь. Правда, почему? Потому что действительно статистика такая, например, 20 человек в семье родилось или 15, один умер в полгода, в год, в полтора, в два, кто-то 150 лет прожил, вот вам 30-40 лет средняя продолжительность жизни. Но сколько люди жили, ну, кто выживал, не умирал в младенчестве, вот это другой вопрос. И вот эти данные, что есть почти все деревни, вот 110-120 был везде, в каждой деревне, которую сейчас на планете найти несколько человек трудно. Поэтому и продолжительность жизни, вот это высшие показатели, как у нас были данные 50-70 исследования по-абхазски, по-азербайджанским, по районам там такой, так вот Олбуши, там этот, этот. По якутскому. Да, были и там. И, кстати, я не видел ни одного серьезного исследования, где бы вот среди факторов, которые приводили к долголетию, ну, которые они изучали разные, да, там, тесты, там, данные, опросы, я нигде не видел изучения физико-химических свойств воды. И это огромная ошибка. И, вернее, уже данные не могут считаться точными и полноценными исследованиями без изучения физико-химических свойств воды важен. Кстати, так же, как вот вы сказали про, совершенно справедливо, про чем выше, да, до определенной нормы, вот, константы содержания углекислого газа, тем, значит, усвоение кислорода, значит, становится оптимальным. То же самое с увеличением до определенного количества вот водорода, крови тоже кислород лучше начинает усваиваться. Об этом есть целый целый. То есть, вы имеете в виду Ашьон? Да. Ну, я что могу сказать? Не совсем, конечно, я согласен с вашими положениями. Я знаком такой, есть Академик Анисимов, он геронтолог из Ленинграда, из Санкт-Петербурга сейчас, он занимается этим вопросом. В общем, ну, так немножко шутливо, если вы хотите прожить долго, вы должны выбрать родителей и долгожителей. Ага, значит, генетика, очень многие сейчас, в том числе и зарубежные геронтологи-исследователи, и генетики, кстати, уже все-таки говорят под напором неопровержимых фактов, обстоятельств разных, что все-таки это не более 20-30%. Но это много. Ну да, нет, ну надо учитывать. Так я говорю, каждый процент надо учитывать. Безусловно, конечно, совершенно верно. Но, тем не менее, вот тот же Углов, мы сегодня о нем просто коснулись, я скажу, он прожил 103, на 104-м году умер, да, но у него мама прожила единственная 70 с копейкой, а отец вообще в 50 с чем-то. То есть, это совершенно непоказанно. Более того, я вам скажу. Цифра говорит о том, что люди, переезжавшие с разных мест земли в те районы центра сверхдолгожителей, есть такой центр во Вьетнаме в одной части, есть там, был-был в Абхазии, сейчас уже это долго заживатели остались, уже нет таких сверхдолгожителей, которые были когда-то и в таких количествах. Так вот, а это тоже абсолютно объективные причины, почему так? Так вот, эти люди начинали жить больше гораздо, чем среднестатистически в тех, где, так сказать, вот жили их семьи, их народ, их, так сказать, и так далее. Поэтому факторы среды, они очень важны. 12 видео у меня есть на эту тему, где я подробно все это анализирую. Эти факторы, они известны. И поэтому тут есть некое, можно вносить тут, знаете, в эту тему, ну, такое самомнение или вот свою веру через призму своей убежденности, взглядов смотреть. А можно отрешенно, беспристрастно, но очень глубоко копая. И тогда мы можем, но если сразу говорю, в исследовании нету изучения физико-химических свойств воды в районах жизни сферы долгожителей, то эти исследования можно аннулировать абсолютно. Юрий Андреевич, правильно ли я вас понял, что вот этот дыхательный тренажер, который эквивалентен такой небольшой физической нагрузки, он способствует продлению жизни? Да, он в какой-то мере может способствовать. В какой-то мере. Но я вот здесь еще, знаете, хотел такой аспект. 80% положительных, но осталось 20% отрицательных. А либо нейтральных. Да, либо нейтральных. В чем дело? Я вам скажу. Поскольку это все-таки тренажер, то есть нагрузка, значит люди отступили от методических рекомендаций, они перегрузились. Есть такой фактор, конечно, логично. Так что, конечно, все надо разумно делать. Если какие-то негативные вещи, ну надо уменьшить нагрузку. Может быть не бросать совсем, но уменьшить. И чтобы она была адекватной состоянию человека. Вот это обязательно. Обязательно. Вы знаете, еще всегда в таких случаях говорю, что я очень советую вести дневник такой, потому что мы можем память короткая у нас, как говорится, у человека, и мы можем забыть и не так помыслить потом. А если мы будем вести, смотреть, какое увеличение, уменьшение нагрузки, к чему приводит, какие ощущения мы будем записывать. Давление мерить. Да, да, да. То есть объективный и субъективный. Я говорю, что две колонки объективные и субъективные показатели. Колоночка, ну в данном случае мы про прибор, поэтому еще одна колоночка. Третья, первая, по ходу, это сколько по времени в день, когда плавное увеличение пишем свои показатели. Совершенно правильно. Это самый правильный подход всегда, в любой научный подход. Это логичный подход, и он должен быть в жизни также, но на уровне простом бытовом, для того, чтобы мы просто могли объективно оценивать состояние или какие-то свойства. Ну и соответственно тогда мы будем легко контролировать. Скажите, ну а были случаи практики уже, да, вот в работе с клиентами, людьми. Излечение именно, то есть не просто уменьшение вот этого проявления болезни, а вот скажем так, когда человек говорит, да, я вот через год или через два уже больше не применяю, предположим, препараты, снижающие давление, например. Но случаи такие есть, со слов людей, которые пользуются прибором, и их много таких на самом деле их случаев. Но чтобы они были подтверждены, скажем так, официальным медицином, да, это нужно идти. Был случай, недавно вы задали вопрос, был случай по поводу сахарного диабета второго типа. Мы сняли видео, специально ездили к пациенту, выложили у себя на канале YouTube-виде. Будет ссылочка под нашим видео. Да, будет ссылочка. Зафиксировано врачами, что сахарный диабет второго типа у пациента прошел. А человек не менялся в жизни? Похудел он? Похудел. Немного. Немного. А вес сбрасывают немного в пределах определенных норм. То есть это не средство для похудания. Я так понимаю, что нормализуются обменные процессы, и некий избыточный вес, он уходит. Его даже врачи... Это тоже очень хороший эффект, надо сказать. Да. То есть вес снижается и давление снижается. Да, это само собой. Он похудел немного, его помещали в карантин. Врачи специально не поверили, что это возможно. Он, по-моему, до полугода был в карантине по сахарному диабету, и диагноз был снят. Отлично. То есть это зафиксировано. Хороший пример. Ну вот это последний яркий пример. Да. Ну, понятно. А так, конечно, люди, свойства людей, когда человек выздоравливает, его ничего не беспокоит, по крайней мере, он забывает, и зачем ему он в жизни столько дел, он и не пишет, и не говорит, и ничего. Вот когда плохо, там пытаются уже, обращаются и так далее. Это понятно. То есть тоже тут нужно поправку сделать. И все-таки вообще вам приходят вот писем разных, и приходило раньше, я думаю, очень много, да? Вот какие, скажите, помимо вот групп болезней бронхолегочной системы и дыхательной, да, и кровеносной системы еще, о чем люди пишут, о чем свидетельствуют. Вот статистика, накопанная вами. Какие еще болезни все-таки поддаются улучшению или выздоровлению, так сказать, вот? Ну вот нормализация обменных процессов в плане снижения веса, несущественного, а в пределах возрастных норм есть отзывы хорошие. По поводу сахарного диабета это все-таки второго типа неизменно зависит. Да, по крайней мере нормализуется уровень сахара в крови, снижается, и соответственно снижается лекарственная нагрузка. То есть говоря об эффекте, мы говорим о снятии симптоматики и о снижении лекарственной нагрузки. Но все-таки основная группа, это вот эти две группы, они основные. Ну там целый спектр, там настолько букет, это у каждого человека сейчас эти болезни. Бессонница, очень много отзывов, очень много отзывов. Да, об этом я тоже слышал. Бессонница. Нормализация работы желудочно-кишечного тракта отмечается. Ну я, наверное, думаю, что там спазм тоже снимается гладко, может быть, здесь, наверное, моё мнение... Думаю, что нет. Здесь, вы знаете, ну, может быть, это не единственное, но мне представляется вот что. Избыток углекислого газа, увеличенное, увеличенный объем дыхания. Вот. А дышим мы, вы знаете, межеберные мышцы диафрагмы. Диафрагма, когда это кукол, она сокращается, выталкивает органы. То есть некий массаж и перестает массаж печени. Массаж печени с диафрагмой. Ну, кровообращение в печени, метаболизм печени, желчное отделение в печени. Да. Вот. Так что может быть вот с этим связано. А между прочим, в этой связи как раз метод бутейка тот самый, он как раз ухудшает, да, по идее. Потому что там диафрагма, да, мы ее сдерживаем. Я и говорю, поскольку диафрагма уже у нас так не двигает, мышцы нет естественного там в природе, надо всегда ориентироваться вот как есть в природе. Мы не можем быть вот прям заморожены в какое-то вот неподвижное состояние или в определ... У нас должна быть динамика, да, и сердечное, чтобы работала сердечная система нормально, мы должны нагружать ее иногда и, так сказать, повышенным биением сердца. Ну да, вот нагрузка. И это в том числе для тех особенностей, ну, кто не может, да, по крайней мере, бегать, кто вот встается... По разным причинам. Да, там уже... Суставы. Суставы, да. Ну, в основном вот эти группы заболеваний и, ну, вот борьба со стрессом опять же, ну, это вот для нашей возрастной боли. А вот не было у вас больных, сейчас мне пришла мысль такая, почки? Почки нет. Вот так вот на ум сразу не приходят, чтобы снялась. Ну, понимаете, дело вот в чем, что, видите, углекислый газ, как говорили, кислотообразующий импсел, да? Вот, если мы препятствуем его выделению через глифе, ну, как-то там, то мы должны стимулировать почки, потому что они тоже выводят эти аш-ионы. Да. Вот, значит, кровоток почечный, удаление, по крайней мере, вот водородных ионов, нужно интенсифицироваться. Есть там отдельные исследования, которые вот это говорят. Может быть, просто, как бы, я же вот владею основной массой статистики, писем сотни тысяч, звонков очень много, возможно, и мы говорим о таких вот основных моментах. И знаете, мы какой момент забыли? Реабилитацию после инсульта и инфаркта. Это очень важный момент. После операций, вот, связанных с аортокоронарным шутерным, стентированием люди звонят. Опять же, мы здесь можем говорить о снижении лекарственной нагрузки, правильно, и о более быстром восстановлении после вот этих неприятных моментов в жизни людей, серьёзных таких, ну, можно сказать, несколько катастрофических. Ну, вот ишемический инсульт, это я вам могу сказать, потому что мы, у нас была одна женщина, ну, правда, это небольшое количество исследований, и вот она этот аппарат применяла в качестве реабилитации средства у больных с ишемическими инсультами. Очень хорошие результаты были. К сожалению, она не продолжила исследование, но когда литературу так вот посмотрели, то вот оказалось, что в учебнике по нервным болезням профессор Мартынов, он достаточно известный нейролог, он там написал чёрным по белому гиперкарфическая смесь 4-6%, здесь чуть поменьше, 3. Вот, очень пользительно, потому что усиленный мозговой кровоток, и вот сосудик закупорился, в грудную зону некроза, то, что некроз нарушает. Ну, конечно. А потом есть пограничная зона, перифокальное воспаление, и вот куда эти нейроны, они потом погибнут или они восстановят свою вознедеятельность. Есть определенный задел во времени, потенциально. Если сосуды расширены, кровоток восстановлен, коллатеральный, то эта зона перифокального воспаления, она остаётся живой. И потом быстрое восстановление. Останавливается. Ну, это логично. То есть, то, что разумно и логично, оно то и есть на самом деле. Вот эту логическую цепочку, которую в самом начале мы описали, это есть, это ещё раз говорю, это идёт вот с 19 века в плане уже научных работ, исследований. Почему всё-таки в медицине, особенно в кардиологии, или, скажем, там многие медики ещё всё-таки не понимают, да, проблему вот дефицита углекислого газа, особенно когда прописывают, скажем... Для меня это тоже тайна. Это же вот... Я работаю на кафедре нормальной физиологии, мы это всё преподдаём студентам, будущим медикам. Да, но я могу сказать почему. Потому что уже нет людей, во-первых, как у Пушкина, учились чему-нибудь и как-нибудь, это нас может быть раз. Второй, нет академического уже образования того всеобъемлющего, как это было там в старой школе, так сказать, всё-таки советской, то ещё старой, 50-х, 40-х, и раньше годов, где у преподавателей хоть уже и менялись программы, мы преподаватели, зная, больше давали и глубже, то есть пытались развить не только вот как дать знания, а дать вот это логические, так сказать... Вы говорите про систему. Система, конечно. Вот про это, к этому приходят очень многие те, даже медики, я с многими общаюсь сейчас, которые, ну, как бы радио их заделал и которым вот видят, что, ну, как один сказал недавно человек, причём онколог, хирург, который сказал, что, ну, я вижу, как система фактически всё делает, даже из нас, из врачей, ну, фактически таких людей, если не зомби, то... То есть вот... Абсолютно верно, это зомбирный. Ну, да, да, мы создаём так, я мягко просто, так сказать, в данном случае. И, к сожалению, вот это очень трудно, потому что свяжут стандарты, терапевтические стандарты, должны начать так-так-так-так-так. Да, организм, это не только всегда стандарты. Да, вот, да. И процесс, и знать надо, ведь хороший, вот как Аганян, Мава Гошак, есть такая врач, тоже она биохимик, вот она когда просто врачом была, она говорит, я вот очень многие, я ум пытливый был, она задавала вопросы старшим врачам, попала, вот в восстановление шло, она говорит, а почему, вот что там, неважно, мол. Она стала заинтересоваться, почему что-то вот не получается или наоборот, какие алгоритмы. Она говорит, я поняла, что мне надо понимать больше химию, биохимию. Она пошла, она стала биохимией, и тогда она стала очень многое понимать. Ну, язык жизни, язык химии. Вот, поэтому, так сказать, это комплекс наук, это биология, это смесь, это на грани физики, химии и других предметов, так сказать, наук. Вот, поэтому и та же экология, кстати, вот, как биологическая фундаментальная наука, обособленная, кстати, которая изучает вот надорганизмные системы, она дает логику, наука логики, даже сама вот раньше преподавали науку логики, а сейчас и нет. А логика очень важна, кстати, для того, чтобы осмыслять, понимать вообще право. Ну, в медицинском институте ее нет, хотя есть предмет методологии научного познания. Ну, да-да-да, но просто это важно, что со швами скалии надо обучать. То есть, на примерах вот тех же вон живых систем, тех же вон аквариумов сложных, я имею в виду, биологических систем, не когда там это все примитивно, когда это связано, биология, с не фильтрацией, а с механической, биологической, ну, имеется электрическими фильтрами, а когда это связано с взаимодействием огромного количества организмов, многих видов между собой. Вот на этом примере, где этим уже вот таких можно, понимать, как мир устроено. Это логика уже здесь. Вот как было дореволюционное образование, оно было основано на том, что какой бы мы предмет не изучали, не были явления и примеры оторваны от реальной жизни. Только так можно, так сказать, обучать настоящего человека воспитателя, который умеет мыслить, говорить, там, выводы правильные делать на основе логики, а не самомнений или каких-то верований. Вот, вот это все, ну, это вот все о том, о чем мы все говорим и люди, кто... Ну, сейчас, к сожалению, жизнь другая. Ну, да, вот с этими тыканьями, да, это уже какая-то логика. Это да, ну, вот мы уж такую тему подняли. Ну, и, дорогие друзья, что еще важно сказать, спросите вы, ну, так сказать, ладно, а стоит сколько? Он стоит всего там 1750 рублей. И это даже тут, я думаю, что все скажут, о чем говорить. Кто-то, конечно... Конструктивно хорошо. Он разбирается, стерилизуется. Да, достаточно просто применение, да. Открывается крыша, да, я так понимаю, тут резьба. Ну, там зафиксируется. Там фиксируется. А, вот оно как, все, понял. Ну, это, может, по наитию человек догадается, элементал тут фасы. Ну, в инструкции это уже есть. В инструкции, там просто картинки, просто шагеры. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Великолепно. И теперь этот прибор, конечно же, у нас есть тоже в продаже, потому что наши зрители, многие из них покупатели, они покупают у нас разные продукты, товары. И, конечно же, эти все товары и продукты связаны со здоровьем и жизнью. И, конечно, этот прибор найдет свою нишу в этих товарах. Теперь для удобства и простоты. А цена единая в России. Вы можете и у нас его приобрести по цене производителя, то есть по вот этой цене, что озвучено. И теперь на нашем сайте nadgard.ru в каталоге, разделе приборов вы найдете этот прибор и наберите в поисковой строчке там «Самоздрав». И сразу он высветится, вы его сразу найдете и можете в корзинку положить и с другими товарами там приобрести. Либо в наших магазинах розничных в Москве, это «Беговая 14» и на Даниловском рынке лавки Фролова. Ну, а в любой город России, в любую страну мира мы отправляем наши все товары и вот, естественно, этот тоже теперь прибор «Самоздрав» будем отправлять. Так что можете приобретать. Пишите отзывы, не ленитесь, соблюдайте инструкцию, так сказать, посмотрите внимательно отзывы, то, что люди пишут. Мы обязательно, да, публикуем, вы дадите мне, а мы под этим видео, нажмите на такое слово «Еще», если вы в Ютубе смотрите видео, откроются ссылочки и там будет такая ссылочка на отзывы людей, на, вот, почитайте, послушайте, как люди применяли тоже. Ну и, естественно, инструкция – это основа. А дальше ведите дневник, как я говорил, и потом делитесь с нами обязательно своими результатами. Ну, а помните, всегда, еще раз повторю, я, приходится повторять, это уже пройдено, почему, значит, повторение мать учения, что чем больше факторов положительных влияния на здоровье вы учитываете и применяете в своей жизни, тем результаты будут быстрее и гораздо более глубокими. Ну, вот, это, собственно, тоже логично. Ну, что, в завершении, может быть, пару слов, да, вот, что-то еще каждый из нас скажет и, в принципе, мы все так, да, проговорили. Ну, что могу сказать, уважаемые товарищи, господа, коллеги, здоровье – неприходящая ценность. И часть жизни даже не жалко потратить на то, чтобы сохранить здоровье. Здоровье вам, дорогие наши зрители и слушатели. Ну, я со своей стороны присоединяюсь к словам Александра Евгеньевича. Всем здоровья, берегите себя, берегите здоровье с молодого. Ну, что ж, дорогие друзья, вот на этом мы, наверное, будем прощаться. Сейчас я присоединяюсь к пожеланиям и желаю, в первую очередь, здравомыслия, такой аналитики самостоятельной, то есть не верите никому на слово, а через призму сомнений и логики пропускайте все данные, всю информацию. Ну, и, конечно же, крепкого здоровья, как уже вторая ступень на пути к просветлению и здравомыслию обязательно придет к вам сама собой, потому что неравнодушный и ищущий человек обязательно дойдет и до меры и глубины понимания того, что он в жизни делает, что, зачем и почему. Ну, и, пожалуй, все. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова